Приветствую друзья! Сегодня у меня на канале очень интересная и полезная тема. Топ 10 игр, которые стоят не дороже 100 рублей. И сразу делаю оговорку, что все эти игры действительно из стима. Но в стиме они стоят больше 100 рублей. А вот в магазинах, ссылки на которые оставлю в описании, они стоят не дороже сотки. Так что названия всех этих игр будут у вас в описании. Пользоваться поиском думаю умеете. И давайте уже начинать. Hitman Absolution. Не новая, более продуманная и усовершенствованная часть серии игр. Игр, разработанная в жанре стелс-экшена. Где ты столкнешься с массой трудностей и максимально динамичным процессом. Сюжет расскажет нам необычную историю главного героя, агента 47. Который впервые идет на опасное задание от организации с совестью. У киллера сложились с Дианой довольно приятельские отношения. Потому он не собирается отнимать у нее жизнь. А как раз таки наоборот. Но не все так просто. Ведь именно Диана стала подозреваемой в неком преступлении, которое связано с предательством. На этот раз тебе предстоит столкнуться с многочисленными многоуровнями миссиями. Каждый из которых будет включать в себя массу сложных испытаний. Поэтому настраивайся на неожиданные повороты событий. Выход из которых потребуется находить максимально быстро. Более того, у нашего героя теперь есть суперспособности. Которые он с легкостью сможет применить по отношению к кражеской силе. Грейв Ярд Кипер. Увлекательный симулятор, представляющий жанр РПГ. Где тебе предстоит взять на себя исполнение довольно интересной и необычной роли. Роли хранителя огромного кладбища. Ты попадаешь в далекое средневековье. А значит и столкнешься с теми правилами и законами. Которые иногда будут обладать жестокостью. Здесь от твоих решений и принятых действий напрямую будет зависеть исход дальнейших событий. Поэтому будь внимательным. А также старайся не допускать ошибок. Которые понесут за собой печальные последствия. Здесь ты будешь сталкиваться со сложными вопросами морали. Где также нужно действовать в правильном направлении. Дабы не нажить себе неприятности. Более того, в твою деятельность будет также входить уход за территорией кладбища. И его расширением. К тебе будут приходить самые разные посетители. Многие из них будут довольно сомнительными. Но ты должен правильно составить договор. Чтобы затем не быть обманутым. Главная цель усовершенствовать свое кладбище. Дополнять постройками. А также всячески расширять территорию. Задача точно не из легких. Но ты совсем справишься, если будешь действовать правильно и безошибочно. Биошок 2. Продолжение пугающей и в то же время занимательной истории. Которая отправит тебя в мрачный мир для приключений и одоления опасностей. Здесь тебе вновь предстоит отправиться в подводный город. Где ты сыграешь роль самого запоминающегося персонажа из первой части. Ты будешь постоянно освобождать маленьких сестричек из коварных лап противника. Но чтобы достичь поставленной цели, тебе необходимо подготовиться к сопротивлению с коварными соперниками и одолению многочисленных препятствий. И различного рода испытаний. Которые с каждым разом будут становиться все сложнее и сложнее. Ты пройдешься по интересному сюжету, который запутан и имеет неожиданные повороты событий. Атмосфера будет держать тебя в напряжении на протяжении долгого периода времени. Отдельно нужно отметить хорошо проработанную графику того времени и динамику игрового процесса. Магия и сила переплетаются в тебе, но постепенно ты должен только их усовершенствовать, чтобы впоследствии сразить жутких врагов на своем пути. Бэтмен Аркхем Асайлум. Приключенческий экшен с Бэтменом в главной роли. Здесь вас ждут не новые приключения легендарного героя. Борьба со злом, старые известные злодеи и спасение Готэма. По сюжету в роли Бэтмена вы должны будете сопровождать Джокера в границах психиатрической лечебницы и тюрьмы, который накануне сдался практически без боя. Спустя несколько минут Джокер сбегает и попутно освобождает практически всех заключенных. Джокер пытается создать армию кровожадных монстров и теперь вам в лице летучей мыши нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить грядущий апокалипсис. Что же до игрового процесса, так он основывается на трех аспектах. Первый и самый главный это исследование окружающего мира с повсеместными схватками с заключенными, освободившимися по воле Джокера. Второй не менее важный аспект заключается в сражениях, в ходе которых вы будете использовать по большей части рукопашные атаки, а в некоторых случаях еще и гаджеты. Ну а третий аспект это решение несложных головоломок, которые призваны усложнить прохождение игры. В остальном же перед нами типичный приключенческий экшен, в котором вам придется выполнять задания, сражаться с многочисленными врагами, читываться в диалоге с ключевыми персонажами игры, взламывать замки и двери, а также охотиться на Джокера и не забывать спасать людей. При этом в игре присутствует и полноценный стелс. Некоторые миссии приходится проходить в режиме стелса, устраняя противников таким образом, чтобы никто вокруг не заметил вашего присутствия. В то же время игрокам предоставляется относительная свобода действий. Каждый игрок вправе самостоятельно решить, как выполнить то или иное задание. А еще вас наверняка порадует сама атмосфера игры. Darksiders. Игра в жанре слэшера с элементами адвенчуры, в которой игрок берет под свой контроль главного героя, всадника апокалипсиса по имени Война. Игровой мир разделен на отдельные области, недоступными до тех пор, пока Война не восстановит многое из своего потерянного оружия и способностей. В центре мира находится перекресток, где Войне дают новые цели и ключи, чтобы открыть новые области. Каждая новая область содержит ряд линейных и нелинейных квестов. Хотя главный герой Война первоначально использует свой легендарный меч Прожиратель Хаоса, он получает доступ к другому оружию во время прохождения игры. Кроме того, каждое оружие имеет различные комбинации нападений, которые могут быть получены в игре. Наряду с комбо-ударами игроки также могут использовать блоки и быстрое уклонение от врагов. Дальнобойное оружие может также использоваться и в бою, и в решении загадок. В более позднем этапе игры Война получает способность вызывать пламенного коня по кличке Руина, который обеспечивает быстрое передвижение и мощную атаку на открытые местности. Наряду с оружием Война может использовать ярость, расходуемую на различные способности. Также Война способна на короткий промежуток времени принимать хаотичную форму, истинный облик, позволяющий принимать личину огромного огненного демона с гигантским мечом, позволяющим легче справляться с большим скреплением врагов, а также полубоссами и боссами. Для хаотичной формы используется особая шкала хаотичной энергии, которую можно получать, лишь нанося повреждения пожирателям Хаоса. После поражения различные враги отдают свои души, которые дают различные выгоды. Есть три типа душ, зеленые души, которые заполняют полоску здоровья, желтые души, заполняющие полоску ярости, и синие души, своеобразная валюта игры. Фир. Культовый шутер с видом от первого лица и элементами хоррора мотивов. В отличие от многих других ужастиков на выживание, здесь мы берем на себя роль бывалого вояки, члена команды специального назначения под кодовым названием самой игры. Нас отправляют на секретные задания в составе команды сослуживцев, с целью наведения порядка в пределах лечебницы для душевно больных особого контроля. В ходе этой операции все участники элитного подразделения погибают ужасной смертью. Волей и судеб в живых остается лишь только наш протагонист. Ключевыми врагами здесь является призрак сумасшедшего людоеда Пакстона Феттла и маленькая девочка по имени Альма Уэйт, которая является отнюдь не той, какой кажется на первый взгляд. Эти противники неуязвимы для простого огнестрельного оружия. Противостоять им можно только исключительно силой воли, с непосредственной поддержкой высших сил и просто везением. По ходу игры становятся понятны масштабы задуманной некой третьей стороны. Мы должны предотвратить это любой ценой, в том числе и жизнью нашего героя. Жуткая атмосфера, неуязвимые и потому пугающие до дрожи в коленях антагонисты, динамично развивающийся сюжет, коварные перестрелки в узких проходах – вот что вывело Фир в свое время на передовой жанр шутера с элементами ужасов. Duke Nukem Forever, наполненный позитивным и искрометным юмором экшен, где тебе предстоит сыграть роль самого обезбашенного и полного крутости героя. Данная игра является перевыпуском, где многочисленные поклонники смогут снова почувствовать на себе все прелести жанра. Дело в том, что Землю теперь захватили инопланетные создания, и тебе потребуется сразиться с ними и истребить всех до последнего. Ты будешь отважным, мускулистым пареньком, который не остановится ни перед чем ради спасения мира. На твоем пути ты встречаешь коварных копов, жутких пришельцев, а также жаждущих очередной жертвы монстров. Зачти всех красоток планеты от похищения и спаси свою планету от стражения и разрушения. Для достижения поставленной цели ты будешь постоянно улучшать свои навыки и способности, а также усовершенствовать технику ведения боевых действий. Арсенал твоих огнестрельных игрушек будет фантастическим, который и поможет тебе сразить всех врагов на планете. Заскаливающая доза адреналина и позитива каждому игроку точно обеспечена, поэтому смело отправляйся в этот опасный и полный безумия мир. Кластер Трак. Удивительная и простая в своем исполнении компьютерная игра, которая точно сможет удивить любого геймера. Тебе предстоит с головой погрузиться в экшен платформер, наполненный неким безумием. Отправляйся на крыши грузовиков, по которым тебе предстоит постоянно прыгать, одолевая различные препятствия и огромные расстояния между объектами. Старайся сделать все, что от тебя зависит, чтобы добраться до финишной линии. Главный герой будет обладать различными приемами паркура, которые помогут ему одолеть то или иное испытание на своем пути. Здесь действительно в атмосфере царит самый настоящий хаос и безумие, что отлично тебя позабавит на протяжении всего игрового процесса. Первые уровни представляются совсем простыми для исполнения, где ты сможешь отточить свои навыки, а затем приниматься за более сложные испытания. Евротрак Симулятор Компьютерная игра в жанре симулятора, где ты отправишься навстречу незабываемым приключениям, тем самым покоряя мир на своем мощном грузовике. Ты отправишься в далекое путешествие по самым знаменитым городам, перевозя необходимый груз из одной точки в другую, зарабатывая на этом неплохие суммы денег. Ты будешь посещать самые различные города и страны, реально существующие в мире, выполняя при этом увлекательные миссии и улучшая свои профессиональные навыки. Ты сможешь исследовать просторы Англии, Германии, Италии, Чехии и многих других европейских стран. Графика в игре максимально реалистичная, поэтому ты сможешь в полной мере ощутить себя частью этого прекрасного мира. Все действия могут происходить по своему желанию с видом от первого лица, что позволит тебе еще глубже погрузиться в прекрасную атмосферу. Игра подарит тебе возможность почувствовать себя не только настоящим дальнобойщиком, но и покорителем мира. Не все будет даваться просто, так как испытаний мир подготовил для тебя немалое количество. Своими соперниками станут бездорожье, погодные условия, временной отрезок и смена дня и ночи. Заказ нужно выполнять аккуратно, быстро и точно в срок, иначе у тебя будут проблемы. Fallout New Vegas. Не новая часть популярной на весь мир игры, где ты отправишься в мир, который пережил апокалипсис и станешь бороться с массой проблем, которые будут постоянно встречаться на твоем пути. На мере прохождения ты будешь заниматься исследованием окружающего тебя пространства, чтобы пополнить свой арсенал полезными предметами, ресурсами, оружием и пропитанием. Кроме того, тебе необходимо заняться обустройством собственного убежища, которое должно быть максимально защищено от нападения со стороны жестоких соперников, которые постоянно будут внедряться в твое личное пространство. Старайся найти как можно больше единомышленников, вместе с которыми ты возьмешься за обустройство собственной базы и пополнением арсенала оружия. Повсюду вродят толпы вражеских группировок, которые бороздят просторы развального мира в поисках наживы. Ты должен быть готов к самым опасным ситуациям, чтобы сохранить собственную жизнь и жизнь своей команды. Вот такой получился топ 10 игр, не требующих больших вложений. Надеюсь, вам понравился этот топ и вы нашли для себя несколько новых интересных игр. Помните, что игры не обязательно должны быть дорогими, чтобы быть увлекательными и захватывающими. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это всегда очень важно для меня и моего канала. Удачи и до скорой встречи!